Чё, вот эта ерунда тебе помогает? Ну, чё-то я такая тут, это, хандрю. А, и граблей будет ровно столько, сколько нужно. Слово «бесит» я не употребляю в своём лексиконе. Делиться энергией с бесятами мне бы не хотелось. Разбомбила. Потому что бывает иногда, я сама могу бомбить так, что граната взорвалась, но все уцелели. Ну и тем более же сегодня праздник. И в честь праздника хотелось бы сказать важную вещь. Психология умирает. Коллеги, с праздником. Это на самом деле правда в какой-то степени. Потому что психология как наука, она умереть не сможет никогда. Но психология как услуга, она действительно начинает потихонечку уже умирать. Такое состояние, когда человек, обращаясь ко мне, пишет, «Вы знаете, мне никто не помог. Вот на вас одна надежда». Что? Что такое? Есть еще одна штука, которая вот слегка раздражает. Когда начинают задавать вопросы про стаж работы, про методики, в которых я работаю вообще, да, и какое у меня образование. И вот здесь, пока я прямо внутри, здрасте, это снова тот человек, который опять не готов решать свои задачи. О чем пойдет речь, я обычно спрашиваю клиента. Если он говорит, ну я не готов сейчас вам рассказывать. Ну, камон. Зачем вообще тогда вы мне пишете, да, если вы не готовы, даже в двух словах там обозначить что-то бывает. клиент собирается и кому-то из близких проронил я к психологу и там начинается вообще ты че ты псих что ли вообще да да куда ты иногда психолог как костыль для человека которому пока тяжело идти но костыль он всегда на время он всегда на время для того чтобы вот опереться да почувствовать опору поддержку но моя задача научить человека идти без костыля ну как бы вот эти все штуки бесячие вот как бы все я про них все сказала сделай вот так вот прям будет здорово вообще прям круто там да мама не лечи меня зачем ты меня сейчас летишь а я внутри такая думаю чего но я же я же не я же не лечу я же тебе говорю я же тебе соломки стелю но потом я научилась понимать что соломки не постели шишечки должен набить каждый вообще своим лбом да и граблей будет ровно столько сколько нужно прежде чем ты начнешь эти своим путем угол вот это да ну сын давай выдерживай и он только спасибо маму и для меня это было удивление так еще вот эта ерунда тебе помогает я долгое время училась работать без запроса вот это наверное злило меня саму вообще когда я начинала без запроса вторгаться на территорию человека заниматься спасательством то есть догнать и причинить добро я прям же вижу тебе поможет вот это да посмотри же ну как ты не видишь вообще же это круто тогда нельзя то есть вот прям по рукам себе бил это все закрой рот вот просто сейчас вот вообще все сейчас человек расскажет зачем он тут вообще да если даже я вижу я прям уже все поняла вообще я все поняла и сейчас вот у меня там уже выстроилась картина мира полностью да а мы сворачиваем в другую историю вообще такая чё подожди забавные нюансы когда клиент сам себе наставил диагнозов и там у меня панические атаки у меня там депрессия у меня там то 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 и бывает это совершенно необоснованно все нет никто ни один человек не умирает от панической атаки и все что происходит это лишь просто то количество напряжения которые под крышку просто выкипает как чайник на плите просто выкипает это напряжение да а когда это ну что-то я такая тут эта хандрю там вообще точно не про депрессию это просто просто тебе сгрустнулась дорогая вообще хочется сказать не нужно делать из психолога какого то бога который может там вообще всё всё решить и какую-то магию там совершен не нужно из психолога делать какого-то бесталанного вообще человека который просто деньги берет и ничего не делает тогда не нужно обесценивать опыт психолога. Позвольте себе увидеть в психологе временную какую-то опору, которая поможет подсветить вот как прожектором вообще то, чего не видно. И когда вам уже подсветили и дорожку показали, идти-то по дорожке придется вам. Поэтому если вы готовы и вы нашли своего психолога, однозначно будет результат и быстро. Приходите, будьте здоровы, всего доброго.